Я вас любил, я вас так ждал, вы не пришли, я вас, я вас, я вас, я вас послал! Ну что это за меня запоет? Я даже простейшую, простейшую, очень коростишня, я обязательно могу. Ну как так жить? Нет, так что я не могу. А если так, зачем любить, зачем страдать? Ведь все пути ведут, ведут, в чердак ведут, вот и я на чердаке гуляю, вот и гуляю. Вы так милые, как пельмени в супе, вы так красивые, как камыши весной. Чун сяден плетел из ниоткуда, и в курицах взлетела надо мной. Да кого я обматываю? Мои стихи никому не нужны. Нет, так больше нельзя. Я не могу так. Я покончу с этим бредом мира, не покончу с самоубийством. Я напишу свое последнее произведение. И я прыгну с крыши. И я прыгну ввысь. И всем вам будет. Всем вам будет. Да хорошо, всем вам будет. Что ж я не знаю, что ли? Нет. Обойдемся без последнего произведения. Прощай, жестокий мир. Прощай навсегда. Ах, плевать. Прощай. Ах, плевать. КОНЕЦ 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 Среды на солнечном песке оставили, походу, женские босые ноги. И я, как пёс, бродящий по дороге, иду на встречу раскалённых лет. Представьте, ведь такое могло случиться с каждым, находясь вечером на почти пустынном пляже, сидя один, смотрящий вдаль, не отказав себе пустить пинку, пройтись глазами по песку, увидеть девушку и сразу же родить что-то в Москве. Эй, девушка, а вашей маме взять, не нужен? Ещё чуть-чуть, и это бы сказал я вслух, насколько наш мужицкий мозг на комплименты скутит. Что было бы, если бы меня услышал Пушкин? Барьеру, сударь, и тут же бы разбил бы меня прах и пух. И вот, пока стою и рассуждаю, она уходит. На горизонте остаются лишь шведы. От нас прозрачные речки взгляд не сводит. И по пути, придумывая тело для беседы, боюсь, чтобы не случилось вдруг беды. Я подойду к ней и спрашиваю. Послушай, детка, иди со мной, и ты познаешь страсть. И, как всегда, её реакция не сменна. На моей щеке большая красная печаль. Постойте, постойте, девушка! Вы так прекрасны, что с лёгкостью взапили солнцем луч. Моё почтение вам, и сразу же прошу прощения. Позвольте мне узнать, как вас зовут. Вот видите, друзья, всего четыре строчки. Что сможете вам вот так вот подойти и прочитать? Да многие вот так всю жизнь всё же боятся их своей судьбе глаза сказать. АПЛОДИСМЕНТЫ